Я думал начать со слайда с изображением университета, где я работал. Это университет Западно-Каптской провинции, это студенческое место отдыха, а это площадь, которую студенты ласково назвали Красной площадью по какой-то причине. И именно там мы провели немалое количество исследований по здоровью. Вот интересная статистика. Когда сравниваешь Британию с Японией, видно, что в 60-е годы Япония не знала рак толстого кишечника, в то время как на Западе он был хорошо известен. И со стечением времени рак толстого кишечника усилился в Японии. И это среди мужчин. Хотя в те же 60-е рак толстого кишечника был вполне распространен в западном обществе. При этом в 60-е нас учили, что японцы должно быть генетически отличаются от всех остальных, и поэтому у них эти болезни не встречаются так часто. Но, подходя к середине 80-х, японцы догнали Запад. Похоже, что за эти несколько лет гены поменялись. Так? А может быть, что-то другое поменялось. Среди женщин мы наблюдаем тот же сценарий, как они догнали Запад. Правда, женщины немного отставали от мужчин. Мужчины менялись быстрее женщин, но основная тенденция та же. Итак, что у нас есть? Изменение количества заболеваний на национальном уровне за каких-то 15 лет. Вот что изменилось. Конечно, дело не только в семейных генах, но также и в семейных режимах питания. А произошло вот что. Японское общество переняло западный образ жизни, заимствованный в основном из США, как и многое другое. И как следствие, они стали болеть теми же болезнями. Главные виды рака в западном обществе рак поджелудочной железы, рак простаты, рак кишечника у мужчин — это три вида рака, которые часто поражают мужчин. Рак простаты в пожилом возрасте очень-очень распространен. И рак кишечника в среднем возрасте и в пожилом очень распространен. И это болезни, связанные с образом жизни, как мы уже видели в предыдущей лекции. У женщин это рак поджелудочной железы, груди и кишечника. Тоже три. И рак кишечника очень выделяется в пожилом возрасте у женщин. И в последней лекции мы уже видели, что эти болезни связаны с образом жизни, потому что японцы догнали западное общество, изменив свой образ жизни, как мужчины, так и женщины. Так, это фонд исследований простаты в Японии. Один из их представителей говорит, «Сегодня японцы едят больше мяса, чем в прошлом, так что случаи заболеваний, связанных с жиром, таких как рак груди, толстой кишки и простаты, увидели, участились». Они вполне сознают, в чем настоящая проблема. И в предыдущей лекции мы уже видели, что является главными причинами смертности в Соединенных Штатах. И мы видели, что болезни, связанные с образом жизни, сердечно-сосудистые, рак и хронические заболевания легких, были на первых местах в этой категории. И плохое питание и недостаточные упражнения были причиной болезней номер один. Итак, потребление мяса — это один из компонентов, весьма способствующих возникновению болезней по всему миру. Это график потребления мяса на душу населения в сравнении с раком кишечника. И опять же, чем выше потребление мяса в стране, тем выше чистота рака. Новая Зеландия, конечно же, самая мясоедная страна в мире. Я думаю, только нация африканов в Южной Африке может состязаться с Новой Зеландией касательно мясоедства. Даже Соединенные Штаты и близко не стоят с Новой Зеландией. Новозеландцы уверены, что курица — это овощ. И потребление мяса, чтобы освежить вашу память, рыба дает кислотной нагрузке 7,9 милиэквивалентов. Мясо, в частности, проблематично потому, что когда вы нагреваете масло и жиры вместе с мясным белком, вы получаете субстанции, которые формируют так называемые гетероцикличные амины. Так что, когда вы готовите барбекю, эти вещества, к примеру, формируются, когда вы готовите жаркое в печи. Эти вещества — это вот такие азотосодержащие вещества с кольцевой структурой, которые, как известно, канцерогенные. Некоторые из них хуже других, но в общем и целом они все довольно вредны. Вот одно из них — Альфа А, Альфа С. Выглядит так, как эти три колечка, одно рядом с другим. Это глупые два. Они очень похожи по структуре. Просто маленькая связь стоит в другом месте. Если вы возьмете обычный кусок мяса, любого мяса, кусок жареной говядины содержит 651 микрограмм на 100-граммовую порцию этого вещества — А, Альфа С. Его метилированная форма. И вниз по списку — жареная курица — 180. Еще ниже — вяленые сардины. Они содержат 158 микрограмм вещества — IQ. И все эти вещества встречаются в этих продуктах. Очевидно, чем больше ешь этих вещей, тем выше твоя категория риска. Не значит, что обязательно заболеешь. Просто это ставит тебя в категорию большего риска. Конечно, можно также есть антиканцерогены вместе с этим, и это снижает категорию риска. Животный белок и рак лимфатических узлов также сильно связаны. Новая Зеландия и США, Дания — ведущие страны с точки зрения потребления говяжьего мяса на душу населения. Это потребление говядины. И что интересно, было проведено огромное исследование, сравнивающее вегетарианцев и невегетарианцев, людей, потребляющих мясо более четырех раз в неделю. Отметьте, что диабет начинает расти после этого. То есть, если вы потребляете мясо шесть раз в неделю, риск получить диабет в четыре раза выше, чем если его не есть. То есть, удивительная взаимосвязь между потреблением мяса и разными заболеваниями. Другие болезни, такие как рак яичников и болезнь сердца, тоже слегка взаимосвязаны, и риск увеличивается вместе. Риск равный единице, означает нет риска. Потому что есть две группы, по десять человек в группе, один заболевает тут, один заболевает там, один разделить на один, получается один. Нет разницы, понимаете? Чем больше единицы, то это уже проблематично. То есть, когда ты достигаешь два, три, четыре, то тогда уже начинаешь действительно что-то замечать. Теперь, если мы посмотрим на нашу пищеварительную систему, пищеварительная система человека подходит больше фруктоеду, который также питается злаковыми. И желудок — это орган, где происходит переваривание белка. И вот тут, в желудке, у вас есть кислотность. Это то место, где присутствует кислота, которая позволяет вам переваривать белок. Если поместить сюда растительный белок, тогда из-за того, каким образом составлен растительный белок, время переваривания относительно короткое. И не нужна сильно кислотная среда, чтобы это сделать. Как только туда попадает растительный белок, он выводится оттуда достаточно быстро, через двенадцатиперстную кишку, через несколько часов, три-четыре часа максимум, его уже там нет. А если животный белок попадает туда, такой как говядина, например, то мясо может оставаться там и шесть часов. А если попадает такое белок, как казеин, например, он там остается до десяти часов, а то и больше. Это значит, гораздо более длительное содержание в кислоте, а также очень много времени уходит на ферментацию. В общем, чем меньше животного белка попадает туда, тем лучше. Другая проблема связана с тем, что пока пища выходит, она анализируется вот здесь, в верхней части тонкого кишечника, чтобы определить, насколько переваривание продвинулось. Там есть рецепторы, которые измеряют это и посылают импульсы назад, чтобы держать желудок закрытым еще некоторое время. Другими словами, если вы собираетесь перемешать, например, фрукты вместе с мясом или растительный и животный белок вместе, то время переваривания в желудке определяется самым длинным звеном в цепи. То есть, скажем, вы наелись всего понемногу, и животный белок требует 6 часов на переваривание, а все остальное уже готово за 3 или 4 часа. А это значит, что 2 часа ушло на брожение, и вы получаете скорее продукты брожения, нежели питательные вещества, которые вам нужны. Так что всякий раз, когда вы едите животный белок с пищей, переваривание становится проблематичным. В прошлом рацион разделяли на 4 части. Такое питание называлось «основная четверка». Говорилось, что нужно съедать четверть овощей, четверть мяса, четверть молочных продуктов и четверть злаковых и им подобных. Наши дни так уже не делают. Сегодня говорят, что ваше питание должно содержать в основе зерновые и злаковые. Затем фрукты и овощи. И затем, говорят, добавляется мясо и жиры и масла. И даже это, конечно, не лучший способ все расставить. И причина тому в том, что как только питание попадает в мясо, появляются все эти проблемы. Но есть еще одна проблема с животным белком, и это биологическое усиление. Что это такое? Если вкратце, в любой пищевой цепи, если идти вверх по пищевой цепи, происходит концентрация токсинов. Возьмем, к примеру, токсин ДДТ. Пока он в воде, концентрация его очень мала. 0,3 миллионных частиц на миллион. Как только поднимаешься на ступеньку вверх на пищевой цепи, она взлетает до 0,04. Как вы уже поняли, это очень значительно. Здесь две цифры после запятой, а тут было 2, 4, 6 цифр. Мы прыгнули на 4 порядка. Это в 10 тысяч раз больше концентрация этого токсина. И здесь он концентрируется снова и снова и снова. И когда доходишь до вершины пищевой цепи, концентрация этого токсина в 2 миллиона раз выше. То есть в птицах, например, пеликаны питаются планктоном, или рыбой, или еще там чем. И затем скорлупа их яиц становится такой тонкой, что когда они высиживают их, они их просто раздавливают из-за этого высокого уровня токсинов. И теперь эти животные начинают вымирать. Теперь то же самое происходит в современном животноводстве. Видите ли, современное животноводство, современная фермерская техника с этими угодьями совершенно другая, нежели в прошлом. И получаются невероятные концентрации токсинов, когда идешь вверх по пищевой цепи. Люди постоянно мне говорят, ну, какая разница, растения опрыскивают? Да, это правда, растения опрыскивают. Но животные едят эти опрыскивания постоянно. И когда корова пасется на поле, где некоторые места были опрысканы, некоторые из этих токсинов все равно попадают на пастбище. Животные их едят. И потому что они едят их каждый божий день, они накапливают и умножают токсины, которые в конечном счете откладываются в их тканях. Поэтому уровень пестицидов, к примеру, в животных продуктах может быть гораздо выше, чем на некоторых конкретных растениях, которые непосредственно опрыскивались. И тогда у вас еще одна проблема. Растения не добывают свою органическую материю из почвы. Откуда они ее берут? Они берут ее из атмосферы, углекислый газ и фотосинтез. Они строят свою органическую материю сами, в то время как животные поедают растения или других животных и фактически смешивают эти существа со своим организмом. И все токсины там накапливаются по мере движения вверх по пищевой цепи. Так что, как бы ни было, лучше на растительных продуктах. И потом, современное животноводство имеет проблему в том, что создает корм и этим кормит животных. И иногда эти корма совсем не то, чем животное изначально должно питаться. Так, например, в промышленности с течением времени устоялась идея, что рубец, то есть камера ферментации, это место, куда можно поместить практически что угодно. Например, можно использовать куриный навоз, богатый мочевой кислотой, как продукт выделения, потому что там есть бактерии, которые превратят эту мочевую кислоту обратно в белок, расщепят ее и позволят бактериям выстроить белок. Так что можно дать им дешевый куриный навоз. Но этот куриный навоз также содержит другие вещества, отходы куриные, любые препараты, которые курам давали, также будут там все это присутствовать. Это встраивается в ткани. И когда вы покупаете мясо, вы не только мясо покупаете, вы покупаете накопленные токсины и наркотические препараты, введенные в организм, встроенные в него. Мы провели множество исследований с этими компаниями. Мне повезло с положением. Я был в университете из ранее обделенного общества в Южной Африке, поэтому я мог предоставить исследования моим студентам практически в любом учреждении, потому что я мог поставить любую компанию между молотом и наковальней. Я с ним говорил, я хотел бы приехать для проведения исследований у вас на предприятии, и я хотел бы использовать ваших животных, с которыми вы работаете, в качестве объекта исследований. Они, конечно же, были склонны сказать, «Нет, у вас нет прав на нашу собственность». И тогда я использовал мой козырь и говорил, «Вы хотите мне сказать, что не желаете помочь студентам из ранее обделенного общества?» И это помещало их между молотом и наковальней. И они отвечали, «Ну...» И затем я просто приходил и проводил их. Иногда может показаться, что эти исследования безнравственные, но на самом деле, что мы делали, это сопровождали производственный процесс. Эти животные прошли бы через этот процесс в любом случае, и половина животных помещается в лучшее положение, чем они были бы до этого. Я не люблю эксперименты на животных, но этот вариант... Ты их не начинаешь. Ты просто идешь за производственным процессом. Животных сегодня кормят чем угодно, от антибиотиков до нефтехимических отходов. Любые виды стимуляторов. Например, в куриной промышленности определенное зерно дешевле других по определенным сезонам. Некоторое зерно просто дешевле другого, как, например, пшеница будет дешевле кукурузы. Куры не очень хорошо переваривают пшеницу, и поэтому они просто создали ферменты, которые помогают им справиться с ней. То есть у них есть конструктор ферментов, которые дают животным, чтобы помочь им переваривать корм, с тем, чтобы давать им дешевый корм для получения большего производства. Независимо от того, что эти конструкторы ферментов вызывают внутренние кровотечения у животных. Это к делу не относится. Никого не волнует, пока они растут адекватно и приносят деньги. Вот так оно в целом работает. Я подумал сохранить вот это, потому что мне язык понравился. Это значит просто скот погибает от полученного корма. Этот кот кормили куриным навозом, который содержал менензин, ионафор, что используется как стимулятор роста у куриц. И крупный рогатый скот погибал от этого стимулятора роста. К счастью, им удалось избавиться на рынке от этого скота до того, как он весь вымер. Но, знаете ли, это большой удар потерять весь свой кот. А что насчет этого к счастью? То есть, кто принял в еще больших количествах, чем было в этих животных? Это люди. Вот вам и пищевая цепь. Страх и пищевая цепь. Токсины в Бельгии. Бельгийские куры вызывают еще одну волну опасения в Европе. В данном случае это был диоксин, находившийся в пищевой цепи. Он оказался в пищевой цепи свиней, и он оказался в пищевой цепи куриц, и он вызывает рак, конечно. Очень канцерогенное вещество. Это типичная экспериментальная установка, где держат кур в таких загонах. И в обычном промышленном курином загончике он выглядит вот так в случае яйцекладки, где в одну клетку помещают больше куриц, чем она может вмещать, так что они всегда зажаты, чтобы никакая энергия не пропала в виде движения или еще чего. И все, чем они становятся, это яйца-откладочными машинами. Это одно из предприятий, на котором я работал с этими курами. Это один из моих бывших аспирантов. Это еще один. И мы кормили этих кур так же, как их кормит предприятие. При этом это предприятие имеет разные установки и разные устройства. В этой конкретной установке они использовали в качестве основного корма для самцов рыбную муку. Рыбная мука, смешанная с зерном. Мы сказали, ну ладно, мы хотим сравнить это с кормом, в котором нет рыбной муки, никаких животных продуктов. Итак, мы сбалансировали питание, получили такое же содержание белка и других параметров, абсолютно то же. Но одна группа получала белок животного происхождения, а другая — белок растительного происхождения. Вот как обычно выглядит курица, если получает животный белок. Заметьте, как декальцинированы ноги. Эти куры даже ходить нормально не могли. Хотя, если есть жареную куриную ножку, это же не видно, правда? Кому какое дело, в каком они состоянии? Дело в том, что именно животный белок вызвал у них декальцификацию. Затем мы сделали еще кое-что. Это уже конечная обработка. Здесь происходит процесс забоя и спуска крови на конечной стадии и подведение итогов всех экспериментов тоже здесь происходит. Это был мой студент из Нигерии. И все, что происходит в этих загонах, просто поражает. Видите ли, они обнаружили, что для того, чтобы предотвратить болезни, неплохо было бы давать небольшие количества антибиотиков в качестве профилактики. В этом состоит один экономический выгодный фокус. Если ты добавляешь антибиотики, то тем самым ты переводишь энергию от иммунной системы и она уходит в рост. Так что антибиотики в небольших количествах выступают как усилители роста у кур. Поэтому курам неизменно дают небольшие количества антибиотиков. И мы были убеждены, что небольшие количества антибиотиков в конечном итоге вызовут устойчивость к антибиотикам. И поэтому, если кто-нибудь съест эту курицу и заразится, скажем, сальмонеллой или какой-нибудь другой куриной заразой, тогда его лечить не получится, если он реально заболеет от этой болезни. Во время этого процесса их клювы прижигают, чтобы они не ранили друг друга, они теснятся в клетках, и, конечно же, вероятность вспышки сальмонеллы очень высока. Беспокойство о курином здоровье, вспышка сальмонеллы в стаях. И другие болезни, такие как энцефалит, также становятся очень частыми. Так, например, в Гонконге всего несколько лет назад им пришлось убить всех куриц до единой, и затем снова, со следующей вспышкой гриппа, им пришлось убить снова всех куриц в Гонконге. В Малайзии пришлось убить абсолютно всех свиней, на юге Малайзии из-за энцефалитных заболеваний. Это значит, что это такие болезни, которые передаются от животного к человеку и вызывают энцефалит у человека. Это воспаление мозга. И большинство людей могут умереть от него. Они могут стать отсталыми, если выживут, калеками на всю жизнь, или умрут. Так что очень опасные болезни сегодня передаются от животных. Верятся с трудом. Вот они. Все эти курочки, которых подкармливают антибиотиками. Вот еще некоторые препараты, используемые в животноводстве. Кленбутерол, например. Это препарат, который дают крупному рогатому скоту для более быстрого роста. Но это высоко опасный препарат для потребления человеком. И он запрещен во многих странах. Но, как видно тут, даже в таких странах, как Германия, регулярно происходят скандалы из-за того, что фермеры все же используют его на черном рынке. Видите ли, если вы сможете выставить свой скот на рынке месяцем раньше, если у вас тысяча голов крупного рогатого скота, это огромное финансовое подкрепление. Поэтому ясно, что если получится использовать его втихаря, будет здорово. Конечно, в Европе довольно регулярно проверяют на кленбутерол, но в других странах этого нет. В моей стране не проверяют на кленбутерол. Только мясо, которое отправляется в Европу, проверяется на кленбутерол. Но не то, что выходит на местный рынок. Так что не знаешь, получишь ли этот препарат или нет, или каким допингом накачивают коров сегодня. Эти животные выращиваются, никогда не двигаясь, потому что таким образом мясо остается нежным. По сути, чтобы быстро расти, их сдавливают, чтобы они даже лечь не смогли. Им приходится стоять всю свою жизнь, просто чтобы в итоге их закололи. Мои шрифты с ума посходили. Приходится жить с тем... Верится с трудом. Здесь должна стоять дельта. Т дельта С фактор. Дельта H плюс дельта F равно Т дельта С. Выглядит как бы сложно, но это не сложно. H — это полная энергия. F — это энергия, уходящая в рост. И Т дельта С — это энергия, растраченная на движение, воспроизведение и терморегуляцию. В общем, все, что делает животное животным. Понятно, что если ты хочешь, чтобы вся скормленная энергия ушла в рост, то надо ограничить вот это. Поэтому ты помещаешь животное в загон, где оно не может двигаться. Если оно не двигается, оно не теряет энергию. Ты регулируешь температуру, ему не приходится тратить энергию на это. Ты держишь самцов отдельно от самок. Они даже не тратят энергию, чтобы просто посмотреть через ограждение. Понимаете, о чем я? То есть вот так их содержат, и вот так они растут. И это современное животноводство. И естественно, в этих стесненных условиях приходится прибегать к антибиотикам. Это был случай похороны бекона. Нечеловеческий ли фактор помог распространиться вирусу от свиней? То есть вирус энцефалита в наши дни очень часто бывает у свиней. Поэтому мы уже даже не обращаем внимания на болезни свиней в Африке и другие паразитические болезни у свиней. Вирусные и бактериальные заболевания это действительно большая проблема нашего времени. Японский энцефалит. Смертельная болезнь распространяется среди фермеров. И поэтому пришлось убить 300 тысяч животных. 10% всех свиней в Малайзии. Даже медицинский мир говорит, свинные трансплантации нужно запретить. Может, вы знаете, сердечные клапаны и тому подобное регулярно пересаживают людям. Нужно это запретить, потому что вирус может так проникнуть. Сердце ваше может прекрасно работать, но вы умрете от энцефалита. Так что мясо уже не то, что было в старые добрые времена. И кусочек свинины или другого животного сегодня это больше продукт инъекции, нежели что-то еще. Это вот самые смертельные болезни в мире, помимо рака, болезни сердца и прочих. Убийца номер один среди заразных болезней это острая респираторная инфекция. По сути, бактериальная или вирусная, она сражает 4 миллиона 300 тысяч людей ежегодно. Диарея — 3 миллиона 200 тысяч. Туберкулез — 3 миллиона. Далее следует гепатит B, малярия, корь и тому подобное. Если взглянуть на первые 3, острая респираторная инфекция, диарея и туберкулез, все 3 из них передаются от животных. Все 3. Туберкулез попадает из животных продуктов, из молочных в особенности. Диарея вызывается бактериями, в значительной мере бактериями из животных продуктов, то есть из молочных и мясных продуктов. Иногда также из зараженной воды, но в большинстве случаев. А респираторные инфекции часто бывают из-за слабого иммунитета. Если мы взглянем на середину 80-х, мы увидим, что бактериальные инфекции стали учащаться на нашей планете в середине 80-х. Они просто взлетели. Это компилобактерии. Это бактерии, часто встречающиеся в курице, которая вызывает диарею. Сальмонелла — это, естественно, еще одна. Пищевые отравления тоже стали учащаться с середины 80-х. И если мы посмотрим на ветеринарные записи с 1985 года, они расскажут нам, что уже тогда подозревали, что антибиотики использовались для борьбы с животноводческими проблемами. Поэтому был проведен анализ антибиотиков говядины и курицы. И были обнаружены пенициллин, тетрациклин, стрептомицин и все вот эти антибиотики. Пенициллин уже не находили к середине 80-х, потому что его уже не использовали. Он уже не работал. Так что вот эти были в основном использованы. В говядине это был тетрациклин, стрептомицин, хлорамфиникол и гетромицин. И в любом тестовом образце в 86% любой выборочной говядины находили такой антибиотик. В курице процентное соотношение достигало 90%. То есть стрептомицин находили в 93% любой выборочной курицы. Фактически в говядине часто находили два разных, иногда три и редко четыре антибиотика. В курице часто можно было найти три разных антибиотика одновременно. Довольно невероятно. Итак, мы оспаривали в течение многих-многих лет, что устойчивость к антибиотикам исходит от ферм. Но фермеры говорили «Нет, это из-за медицины. Медицина использует эти препараты на людях, и поэтому такая проблема». А медицина говорила «Не-не-не-не-не, это фермеры используют их». То есть горшок называет котелок черным и наоборот. Поэтому мы разработали очень простой эксперимент, чтобы разрешить этот вопрос. В чем же дело? Устойчивость бактерии к антибиотикам в 80-х годах в Мексике была отмечена стопроцентная устойчивость к пенициллину. Все эти бактерии, какие бы ни были, отставила кока до сальмонеллы, все они показывали полную устойчивость. Так что пенициллин абсолютно не работал к середине 80-х. Что касается других, то иногда они работали, иногда нет. И как же эта устойчивость к антибиотикам может влиять на вас? К 90-м годам, в 91-м, 92-м, ни с того ни с сего загадочная зараза стала убивать людей в больницах. И затем стала разрастаться в эпидемию. Антибиотики в животных угрожают больничными эпидемиями. И в чем была проблема? Убийцы внутри. Все эти бактерии были теперь устойчивы к антибиотикам. И затем вспыхнула первая эпидемия в конце 90-х. Дети умирают. Эпидемия пищевых отравлений. Это только одна из последних японских катастроф. И министр здравоохранения Японии ходил вокруг этих тысяч детей, больных и умирающих. То, что там произошло, было огромным бедствием. Говядина была заражена кишечной палочкой. И после школы маленькие дети возвращались домой в деревушке Сакай. И они заболели этой болезнью. Эпидемия, которую Всемирная организация здравоохранения назвала беспрецедентной в современной истории. 8,5 тысяч людей в одной маленькой деревушке. И это была обычная кишечная палочка, ставшая причиной проблемы. Дети жаловались на рвоту, диарею. Врачи, полагая, что имеют дело с обычным пищевым отравлением, выписали им антибиотики и отправили домой. И сработали антибиотики? Конечно, нет. А почему нет? Потому что бактерии были устойчивы к антибиотикам. Они выпали из системы. Так эпидемия начала наносить болезненный удар по японской душе. Тысячи больных! Журнал «Шпигель» выпустил статью «Смертельные яйца» и упаковал яйца в маленький гробик. И вопрос был, безопасно ли еще есть яйца? Законы повыходили. Сегодня в Европе уже нельзя заказать гоголь-моголь. Нельзя заказать яичницу в ресторане. Езжайте во Францию, закажите яичницу с непрожаренным желтком. В тюрьму попадете, если повар даст вам ее. Нельзя! Это против закона. Так что уже все не так, как раньше. Испания начала вводить такие законы, затем Бельгия. В итоге это распространилось по всей Европе. Дни недели, потребление яиц, и вы видите, что существует взаимосвязь также между раком простаты, толстой кишки и потреблением яиц. И даже рак яичников очень сильно взаимосвязан. То есть, чем больше яиц женщина съедает, тем выше вероятность рака яичников. И это помимо проблем, связанных с сальмонеллой в яйцах. Вот еще одна статья. То есть, куры начинают болеть по всему миру. Супервирусы стали появляться в мире. И журнал Science сообщает, что большинство болезней откомпило бактерий, сальмонеллы, кишечной палочки, листерии. А, это очень жуткое. Если вы заразитесь листерией, то можете ослепнуть. Если вы беременны, можете рожить мертворожденного или уродца. Ужасная зараза. Большинство из них приходит из курятины, сырого молока, неочищенной воды, яиц, птицы, мяса, говяжьего фарша, сырого молока, сыров, паштетов, морепродуктов. Все это первые источники этих инфекций. Итак, мы хотели решить проблему. Откуда она? С фермы или из медицины? Поэтому мы разработали очень простой эксперимент. Фактически, мы первые открыли это. Довольно приятно. И мы провели этот маленький эксперимент. Мы прибыли на скотобойню и рассуждали так. Если взять образец от животного, только что пришедшего с фермы, и провести анализ бактерий в этом мясе на устойчивость к антибиотикам, и сравним его, скажем, с торговой лавкой, с мясом, которое уже было обработано многими людьми на конвейере, пока наконец-то не оказалось на прилавке. И вот, что мы нашли. Возьмем, например, да, любого из них, стафилококк. И мы видим, что на скотобойне мы обнаружили, что эта бактерия по выходу со скотобойни показала 90,5% устойчивости к тетрациклину. Но когда мы пришли в магазин, мы обнаружили только 79,5% устойчивости. И это было как бы соответственно во всех отношениях. 7,9% против 3,9% 93,7% против 72,4% 14,3% против 7,5% 17,5% против 14,1% То есть устойчивость, уровень устойчивости всегда был выше на скотобойне, чем в магазине. И это показало, откуда происходит источник проблемы. Источник на ферме. Понимаете, животные прибыли с фермы. Мы проанализировали бактерии, они были высокоустойчивы. А у людей есть такие же бактерии. Они внутри нас есть. Бактерии стафилококков. То есть, когда мы работаем с мясом в процессе пищевой промышленности вплоть до магазина, бактерии от людей добавляются. Соответственно, если устойчивость падает, это значит, менее устойчивые бактерии были добавлены. Если бы устойчивость повысилась, это означало бы, что более устойчивые бактерии добавились. То есть, такой простой эксперимент доказал, что устойчивость происходила от фермы. И мы это опубликовали. И все как с цепи сорвались. Можете себе представить, как разгневались фермерские лобби, когда мы заявили, что можем доказать, что проблема кроется на стороне ферм. Действительно, вести плохие. То есть, в общих чертах, когда вы едите эти продукты вместе с антибиотиками, тогда бактерии, получаемые попутно, проблематичны. Подумайте вот над чем. У вас есть маленький ребенок, и у этого маленького ребенка ушная инфекция. Вы идете к врачу, врач выписывает антибиотик, ушная инфекция проходит, потому что антибиотик убивает бактерии. Убивает ли он только эти бактерии, или он бьет по всем бактериям в вашем организме? Бьет по всем. То есть, когда вы на антибиотиках, у вас меньше бактерий, чем обычно, так или нет? И теперь, скажем, ребенок выпивает стакан молока или съедает яйцо, а там присутствует сальмонелла, и она попадает в организм. И тут она находит совсем немного бактерий, с которыми придется побороться. Это значит, ей вполне вольготно будет развиваться там. И те бактерии, что есть, все как бы окосевшие из-за антибиотика. Но этот новенький, пришедший из молока или яйца, его не волнуют антибиотики. А почему нет? Он стал устойчивым, а значит, вступает во владение. Поэтому вдруг внезапно у ребенка начинается что? Диарея. Вы снова идете к врачу и говорите, знаете, сухом полегче стало, но зато понос начался. И что врач дает ему? Антибиотик. А подействует он или нет? Нет. Понимаете, оно не так важно, если ты взрослый. У взрослого большое тело, много воды в этом теле. И если ты заразился диареей и заболел, ну у тебя есть достаточное количество резервов в организме. Но если ты маленький ребенок, тогда твои резервы истощаются очень быстро, просто по причине объема. Если ты старик или хилый и слабый, то также сопротивляемости нет. Поэтому кого первого скосит устойчивость к антибиотикам? Маленьких детей, стариков и хилых людей. Они помрут как мухи, и мы ничем не сможем помочь. То есть если захлестнет волна новых инфекционных заболеваний, таких как атипичная пневмония, например, или любая из тех, что очень распространили сегодня, а у нас нет лекарств для их лечения, и иммунитет у нас недостаточно сильный, вот тогда у нас проблема. Поэтому единственный способ, как выжить в современном мире, это держать на высоте свой иммунитет. Это значит никаких пищевых добавок, кушать много фруктов и овощей, и держаться подальше от кислотообразующей пищи, вроде животных продуктов, и будет гораздо лучше уже. Несъедобная говяжья тушенка? Ну, говядину изъяли здесь, в Соединенных Штатах, и по всему миру прошло много эпидемий, в Шотландии, в Швейцарии, повсеместно, убийцы повсюду. Мы не живем в той же среде, где жили бабушка с дедушкой. И что же люди тогда говорят? Люди говорят, ну, придется отказаться от этого мяса, которое опасно, перейдем на экзотику. И они начинают переключаться на струсятину, что сегодня очень процветающая индустрия. А вы знаете, что эти животные очень восприимчивы к вирусу Эбола и к нему подобным. Если им заразишься, то все, покойник, ты покойник. И затем эти бактерии, которые перехитрили антибиотики, начали способствовать росту стрептококов, способствовать гниению тканей в организме и всякого рода проблемам. Малярия вернулась отомстить. Почему? Потому что зараза и не только зараза, но и переносчик стали невосприимчивыми к тем лекарствам, что используются сегодня по всему миру. Вы знаете, что сделала наша наука за последние несколько десятилетий? Наука блестяще подарила человечеству условный приговор. Вот что она сделала. Она вводила лекарства в мир, который держал все эти инфекции на расстоянии, пока все эти организмы практически не дошли до такого состояния, что стали устойчивы почти ко всему, чем мы пользуемся в мире сегодня. И мы стоим на пороге того, что может стать взрывом эпидемий. потому что животные стали хитрее наших лекарств. И совсем непросто разработать новые сильно действующие антибиотики. Так что мы живем совсем в другом обществе, нежели наши бабушки и дедушки. Теперь вот что. Насколько сегодня безопасны морепродукты? Кто-то скажет, ну, я буду брать морепродукты. Вот типичный рынок морепродуктов. угроза здоровью бьет по пляжам. Отравленная амазонка. Холера возвращается. И затем тюлени стали умирать. Тысячами они стали выкидываться на пляжи в нетронутых местах, таких как, например, западное побережье Африки. Там нет ни промышленности, ничего нет. Животные стали погибать как мухи. Почему? Люди говорят, ну, этим животным питания не хватает, вот почему они умирают. На самом деле они умирали от пневмонии. Вот от чего они умирали, от пневмонии. И если взглянуть на них, они совсем не выглядят недокормленными. Абсолютно нет. Но в воде присутствуют определенные химикалии, которых там не было несколько десятилетий назад. Например, в воде есть одно вещество, называется ТБО ТРИБУТИЛОЛОВА. ТРИБУТИЛОВА. Это вещество, которое добавляют в краску для кораблей, нефтяных танкеров. Оно разрешено только для нефтетанкеров. Танкеры выкрашивают, чтобы предотвратить рост усоногих на танкере. Все остальные должны вручную откребывать усоногих. Но это вещество содержит усоногих подальше, потому что очень трудно очищать от них танкер. Итак, его концентрация в океане очень-очень низкая. Невероятно низкая. Но поднимаясь по пищевой цепи, концентрация растет. И тюлень фактически может иметь до 50 микрограмм на 100 грамм своего жира. Итак, что происходит? Тюлень плавает туда-сюда. В целом он довольно счастлив, ничего плохого не чувствует, и токсины откладываются у него в жиру. А тут затишье среди рыбы. Скажем, день или два рыба редко встречается. Ну, несколько дней. На чем он живет во время этого недостатка? На жире. То есть он сжигает свой жир. И пока жир сгорает, ТБО попадает в кровеносную систему. И когда оно в крови, иммунитет отказывает. Иммунитет не работает. И заразные бактерии попадают. А у него нет сопротивления, и он заболевает пневмонией и умирает. А теперь представьте, откуда они добывают это ТБО. Из рыбы, которую они поедают. И теперь представьте, что вы поедаете регулярно рыбу. Это значит, вы получаете те же вещества, что и тюлени, а еще и ПХБ, и другие вещества, которые там есть. И где вы их храните? В вашем жиру. И пока все нормально, потому что они в принципе вам не мешают, пока они отложены в жире. И затем однажды вы заболели, простудились, чувствуете себя мерзко, и температура поднялась, лежите в постели, и у вас жар, а вы в постели, есть не хочется, и температура высокая. Откуда берется эта энергия? Из жира. И что происходит с теми веществами? Они попадают в кровь. И как это влияет на иммунитет? Он вылетает. И от этого вы еще сильнее болеете. И вдруг ни с того ни с сего вместе с обычной простудой или насморком вы начинаете кашлять как сумасшедший и в итоге оказываетесь в больнице с пневмонией, а затем с двусторонней пневмонией, а все говорят, знаете, зараза становится все сильнее в наши дни. Не, зараза не становится настолько сильнее. Наша способность справляться с ней становится слабее. Улавливаете смысл? Наша способность справляться с ней становится слабее. Люди, переходящие на здоровый образ жизни, они начинают сбрасывать вес и болеют как собаки. Почему? Потому что все эти накопленные токсины попадают в тело и выбивают иммунную систему. Они болеют и говорят, я лучше вернусь к своей нормальной диете. Необходимо снижать медленно и верно и пить много, очень много воды и жидкости, выводящей токсины, чтобы вымыть эту дрянь из нашего организма. И уже потом начинать жить с чистым жиром. Жир омега-3. Разве не говорят нам, что нужно есть рыбу, чтобы получить омега-3? Да или нет? Давайте кратко взглянем сюда. Давайте взглянем на общую картину о рыбе. Содержание холестерина в различной рыбе, рыбьем жире и говядине, например. Говядина содержит 79 миллиграмм холестерина, 115 в жире сельди, 73 в лососевом жире, сардинный жир 106 и тресковый жир 86. То есть абсолютно столько же холестерина в рыбе, как и везде. Если взглянуть на жиры омега-3, да, они очень важны. Они помогают снизить слепание тромбоцитов в клетах свертывания крови. Они имеют тенденцию снижать кровяное давление, они имеют тенденцию снижать триглицериды в сыворотке крови, это еще одни жирные молекулы в крови. Если встречаются сердечные приступы, они могут снизить мышечные повреждения и похоже, что они снижают вероятность блокировки сосудов после шунтирования. Омега-3 полезные, здоровые, они нужны нам в питании и нам говорят, что рыба это их лучший источник. При каких расстройствах помогают омега-3? Ревматоидный артрит, необходимо иметь много омега-3 в рационе, болезнь Рейно, псориаз, желудочно-кишечные заболевания, то есть это кожные заболевания, а это кишечные заболевания. Болезнь Крона, это нервные заболевания, депрессия, чрезмерная агрессивность, карцинома, это рак, и различные легочные заболевания. Видите, омеги очень полезны для нас. Здесь вы видите метаболический путь. Первая жирная кислота, с которой мы имеем дело здесь, это альфа-линоленовая жирная кислота. Это одна из жизненно важных жирных кислот, которые находятся в растениях. И она преобразуется ферментами, которые называются дельта-6-десатураза, и другой фермент элангаза, и еще один, пока не получится жир, называемый эйкозапентаеновая кислота. кислота. Вот это сверху альфа-линоленовая кислота, это омега-жирная кислота, и айкозапентаеновая кислота, это еще одна омега кислота. Так вот, вот эта айкозапентаеновая кислота, это та, что находится в рыбе, а это находится в растениях. То есть растения содержат альфа-линолиновую кислоту, а рыбы — эйкозапентаеновую кислоту. Поэтому, если вы хотите получать омега-жирные кислоты из растений, то вы получите вот эту. Затем у вас есть ферменты в организме, чтобы преобразовать ее, как вам нужно, вот в эту. Понимаете смысл? Хорошо. Итак, эйкозапентаеновая кислота — это та, что определяет текучесть крови, например. И если перебрать ее, то какой риск появляется? Тромбозы, приступы, всякие проблемы из-за излишка эйкозапентаеновой кислоты. При этом растения не содержат эйкозапентаеновой кислоты. И если бы было верно то, что мы должны получать омега-кислоты из рыбы, то это было бы верно также для каждого животного на планете. Это значит, что слоны и все копытные в мире, и все травоядные в мире должны были бы питаться рыбой. Но это не так. Они потребляют альфа-линолиновую кислоту и затем производят столько эйкозапентаеновой кислоты, сколько нужно их организму. И, следовательно, отпадает риск тромбозов, приступов и прочих подобных проблем. И что же лучше, из растений ее получать или из рыбы? Из растений. А иначе, если вы верите, что Бог создал этот мир, то вам придется назвать Бога глупцом, потому что он никак не вложил айкозапентаеновую кислоту в растение, так как это основа пищевой цепи. Он вложил альфа-линолиновую кислоту в растение, и альфа-линолиновая не вызывает проблем. Вот это другая, которая вызывает проблемы. Фактически, альфа-линолиновая кислота используется не только для образования эйкозапентаеновой кислоты, но также для образования всех других веществ, как простагландины и все те вещества, что нам нужны. Эта основа, она нам нужна. Нам не нужна вот эта в качестве основы, с которой работать. Невозможно пойти назад. Мы работаем только в эту сторону. Итак, какие растения, к примеру, содержат омега-3-линолиновую кислоту? Какие? Поджаренный картофель, если смотреть в овощном мире. Огурцы и все прочие. Сладкий картофель, бананы, авокадо. В них содержится 99, 74 и так далее. Это немного. 11 в белом хлебе из муки грубого помола. А есть ли какие-нибудь с большим содержанием? Ну, вообще-то есть. Если мы перейдем к орехам, овощам с темно-зеленой листвой, бобовым. Вот, теперь мы растем. 136, 353, 637 в зеленых соевых бобах. Соевое масло 927. Масло с зародышей пшеницы 938. Черные орехи 1034. Рапсовое масло 1094. Грецкие орехи 1703. А кто же является чемпионом мира? Семена льна 7526. То есть, если вы добавите молотые семена льна в хлопья, в хлеб, да во что угодно, думаете, вам не хватит? Я как-то сомневаюсь в этом. И нет таких животных, которые могли бы состязаться с этим. И вы получаете то, что нужно. Так что вы можете получать их из растений. И не верьте, что невозможно достать их только из рыбы. Свидетельства, связывающие загрязнение рыбы и рак. Номер один. Повышенный уровень пестицидных соединений был найден в тканях пальмбольных раком груди. Национальный институт злокачественных новообразований показывает увеличение смертности от рака среди людей, живущих в регионах, где рыба имеет исключительное количество опухолей. В рыбе рак встречается чаще, чем 50 лет назад. Например, у бычков в озере Эре был обнаружен рак печени. Довольно страшно. И PHB к людям попадают в основном из рыбы. Они могут негативно влиять на количество спермы и на способность деторождения. В беременности они влияют на рост при рождении и так далее. И дети с большой подверженностью к PHB в предродовой период к 11 годам показывают замедленное интеллектуальное развитие. Кто-то может подумать, ну, знаете, я ем. Я покупаю глубоководную рыбу. Я покупаю только глубоководную рыбу. Поэтому люди покупают глубоководного хека, глубоководного лосося. Но где же находится сегодня наибольшее заражение? Здесь живут люди арктические народы. Тут наверху живут в регионах, удаленных от всякой промышленности. Угроза. Питание эскимосов заражено пестицидами, PHB и прочими ядами. Именно там высочайший уровень у этих людей, потому что это их основная пища. Поразительно. Вот нынешняя рыба с типичной рыбной опухолью. New Scientist. Паразиты на ужин. Рыба тоже, естественно, имеет сниженный иммунитет, и поэтому она страдает больше от паразитов, чем раньше. Загадочные убийцы вторглись в австралийские воды. Новые паразиты, о которых мы даже ни в чем никогда не слышали. У этих рыб развилась особая болезнь. У них абсолютно нет половых органов. Если мы посмотрим на спад в рыбной ловле с течением времени, мы также обнаружим кое-что еще. А именно, что соотношение жира в рыбе снизилось с 80-х до 90-х. Это значит, что рыбы не сохраняют энергию, так как они это делали в прошлом. Это значит, что они большей частью больные. Вплоть до 90-х мы находим увеличение с внезапным всплеском в 88-м, того, что мы называем атрезией. Это значит, что эти животные практически начинают откладку яиц, но у них недостаточно энергии, чтобы закончить процесс, и они уходят. Рыбный мир уже не тот, начиная с 80-х, когда промышленные токсины стали уже пожинать свои негативные плоды. Мне немного не по себе становится, когда они уже готовые. Похоже, что структура мирового общепита, структура фермерского животноводства, рыбный мир имеют свои проблемы. И затем мы встречаем нечто новое, от чего дух захватывает. Бешеные мозги. Коровье бешенство. У людей это называется болезнь Крейцфельда Якоба. И что вызвало ее? Как обнаружили это, прионы. При этом уже очень-очень давно мы делали доклады по этим вещам. И давно можно проверить в наших старых текстах. Мы стали предупреждать, что это выльется в эпидемии. Над нами смеялись. Это было всего 12-15 лет назад. Сегодня уже никто не смеется. Прионная болезнь. Что это такое? Прион — это крошечный белок, который встречается в мозге. Миллионы и миллионы белков, называемых прионами, живут в мозге. И по-нормальному они выглядят как двойная спираль. А ненормальные, плоские, будто расплющили. Мы их через минуту увидим. И вдруг животные стали с ума сходить. Скотина начала биться головой о стены. Затем стали испускать пену, опрокидываться. В общем, с ума сходить. Итак, что же случилось? По идее, прионы, изображенные здесь в виде этих маленьких синеньких белочков, встречаются в мозге между нервными клетками. Они образуют важную функцию, помогая передавать импульсы и другую деятельность мозга. И, как я уже сказал, обычно они имеют такую спиральную структуру. Они скручены вот так. Так вот, время от времени прион становится анормальным и расплющивается. И выглядит как этот видоизмененный прион. Но, как ни странно, он абсолютно другой. Он прилипает по-другому. У него заряд другой. И вместо того, чтобы лежать между нервными клетками, как здесь, он прилипает и сидит на нервной клетке. Он пачками садится на нервную клетку. И потом он покрывает ее полностью, и эта клетка уже не может обмениваться кислородом, и отмирает. И когда она отмирает, она рассасывается, и на ее месте остается маленькая дырочка. И в итоге большое количество нервных клеток начинает отмирать. И вот уже мозг полон этих дырочек и начинает выглядеть как губка. Поэтому это называется губчатой болезнью. Как губка. Коровье значит крупный рогатый скот. Губчатая энцефалопатия. То есть мозг внутри головы. Буквально означает «скот с губчатыми мозгами». Вот что это значит. И нам сказали, «Ну, это очень плохо для скотины, но, к счастью, не так плохо для нас. Это просто значит, что нам придется есть больше мяса, потому что весь этот скот помрет, и поэтому нам нужно его съесть». На тот момент Мейджор был в Англии, когда вспыхнула эпидемия. Мейджор был премьер-министром, и он заявил, «Не волнуйтесь, проблемы нет. Это вас не затронет. Все в порядке». Шпигель ему не поверил и разместил такую карикатуру о нем. «Я ел говядину всю свою жизнь, и могу вас заверить, что у меня от нее никогда не было проблем мууууу». Дело в том, что, как они говорили, «Ну, с мозгами что-то не так. Но это никак не затрагивает мясо. Можете спокойно есть мясо». Эпидемия началась в 80-х. Затем, к 92-м, она дошла до апогея. И тысячи голов скота были поражены. Поэтому стали проводить проверки. В конце концов, дошло так далеко, что пришлось убить почти весь скот на всех британских островах. И эпидемию удалось остановить к концу 90-х. Итак, что же произошло? Заметьте, что пик эпидемии, 92-й год. Здесь показан экспорт говядины во всю остальную Европу. На пике эпидемии, в 92-м году, экспорт говядины взлетел, утроился в миллионах тонн в Европу. Видите, у них стало слишком много скота, который нужно было убить, и поэтому людям пришлось есть это мясо. И не только это. Что здесь не показано на этом графике, это огромное количество мясокостной муки, когда их практически забраковали, перемололи, высушили и отправили в виде корма. И этот корм был используем во всей животноводческой промышленности. Его использовали на рыбных фермах, его использовали на куриных фермах, его использовали везде. И в общем, его стали давать всем этим животным. И затем у рыб стала появляться аномалия. Когда рыба стала... У рыбы появилось рыбье бешенство. И было заявление, ну, видовые барьеры, оно уж точно не преодолеет. Синдром Крейтфельда-Якоба, этот был у людей, он стал усиливаться. И тогда они заявили, не волнуйтесь, не волнуйтесь, даже если она к человеку пристанет, ей понадобится 80 лет, чтобы развиться. А дальше, кому какое дело, через 80 лет вас уже не будет, чтобы об этом беспокоиться. И затем маленькие дети стали умирать, молодые люди стали умирать. Этому было 21. Это как бы подорвало 80-летнюю теорию. И к 94-му году коровье бешенство распространяется на кошек. Видите ли, из того мяса немалая часть ушла в зооиндустрию. Домашние животные стали есть этот корм, и у них стала появляться болезнь бешеных коров. Поэтому теперь, в 94-м году, уже нельзя было сказать, что оно не преодолеет видовой барьер. Итак, что происходит? Так это когда анормальный прион попадает в ваш организм и вступает во взаимодействие с нормальным прионом, тогда нормальный становится анормальным. Это как эффект домино. Первый бьет, и вся цепочка. Все ваши прионы становятся анормальными, и ты готов. И как быстро развивается эта болезнь? Ну, маленькие дети стали умирать. Вот тогда они стали остановить. Ууу, у нас проблема! И тогда было сказано сжечь их. Ну, сожгли они весь скот на полях. Но, к сожалению, они не понимали, что там недостаточно жарко, чтобы уничтожить прион. Видите ли, прионы не перевариваются в кишечнике и не уничтожаются температурой. Они слишком малы и слишком компактны. И вот на следующий год, после того, как эти животные погибли, трава просто выросла немного выше, потому что удобрений было предостаточно. Скотина вышла на поля, поела траву и получила коровье бешенство. Тогда они решили, лучше было бы их кремировать. Это было очень дорого. Ну, скот-то не кремировали. Но к тому времени уже родился первый ребенок с синдромом Крейсфельда-Якоба. То есть дети стали рождаться с ним. Это анализ мозга 17-летнего человека с болезнью Крейсфельда-Якоба. Это уничтоженная часть мозга здесь. Эта фотография сделана в феврале 2001 года. Маленькие дети с синдромом Крейсфельда-Якоба. И наконец-то стало понятно, что нельзя кормить этим людей. И решено было все кремировать. Но корму было наэкспортировано уже почти по всему миру. То есть что они сделали со своей болезнью? Ее экспортировали. И каждая нация заявила, не проблема. Сначала они заявили, вот в чем дело. Вот типичная корова, и все, что тут красное, это то, где содержатся миллиарды прионов на грамм. Поэтому избегайте всего красного. То есть это нервная система. Затем все, что желтое, железы, кишки, костный мозг, там находятся миллионы прионов на грамм. То есть, наверное, не стоит нам есть кости. Поэтому в Европе повыходили законы, запрещающие... Нельзя, например, было заказать стейк на косточке. Надо было отделить кость и только есть мясо. Потому что мясо содержит меньше 10 прионов на грамм. По крайней мере, так говорят. А как делают сосиски? Их напихивают в кишки, правильно? Тогда взгляните сюда. Вы получаете миллион прионов на грамм, это проблематично. Молоко содержит тоже 10 прионов на грамм. Но если это эффект домино, то сколько прионов вы желаете получить себе в мозг? Я бы не хотел себе в мозг ни один анормальный прион. Итак, что происходит? Вышли заявления, будем использовать только мясо и больше ничего. Да, но как его обрабатывают? Это был обычный мясной рынок, рынок Смитфельд в Лондоне. И вот так они обрабатывают мясо. Вот человек распиливает его, вот висят туши. А где он делает первый распил, прежде чем подвесить их? Прямо посередине. Прямо посередине. Две половины. А чем они пилят-то вообще? Разве не ленточной пилой? То есть это проходя прямо через участок с миллиардами прионов на грамм и вмазывая их во все остальное. Ну, не глупые ли люди, а? И что? Оказалось вдруг, что коровье бешенство не пресекли в Европе, но оно стало появляться в Европе. Кстати, это Европа. Блудница, которую Зевс взял силой. И подтвердилось, это была губчатая энцефалопатия крупного рогатного скота. Все стали запрещать их мясо и говорить, «Нет, у нас есть свое мясо, у нас есть свое мясо». И смертельное мясо. То были смертельные яйца, теперь стало смертельное мясо. А Соединенные Штаты сказали, «У нас проблем нет». Есть ли у них проблемы теперь? А, понятно. Есть ли в Канаде проблемы теперь? Да. Так что могло ли коровье бешенство распространиться дальше, да или нет? Мы видели только верхушку айсберга. Затем была паника в Южной Африке, и под конец 90-х оно распространилось по всему миру. Мы сидим на бомбе замедленного действия. Затем проверки могли бы ограничить риск овечьего бешенства. Оно называется скрэпи, если это у овец. И скрэпи очень широко распространено. Я был в Исландии в конце прошлого года. Это всего несколько месяцев назад. И знаете что? В Исландии жесточайшие правила касательно импорта мяса и любого животного продукта. Они не используют никакие вещества из других стран, потому что у них строжайшие правила касательно сохранения своей окружающей среды. И знаете что? У них в Исландии вспыхнуло овечье бешенство, и им пришлось уничтожить целое стадо у одного конкретного фермера. Мне было интересно. Очень интересно. То есть даже в этой стране? Здесь, к концу 80-х, доктора в госпитале для ветеранов в Пенсильвании совершили вскрытие 54 умалишенных пациентов и обнаружили, что 5,5% умерло от болезни Крейсфельда Якоба. Пока Соединенные Штаты говорили, что проблемы в их стране нет, в 1989-м они уже знали, опубликованную в газете «Неврология», что она вполне есть. Scientific American, 95-й год. Болезнь Крейсфельда Якоба, судя по всему, передалась при пересадке роговицы, мозговыми электродами, хирургическими инструментами, инъекции гормона роста человека. Поразительно. Ежегодник научной академии Нью-Йорка предсказывал, что существует достаточно оснований, чтобы считать, что у болезни Альцгеймера подобный патогенез. И затем кое-что еще стало усиливаться. К 2001 году мы только оправились от великой паники коровьего бешенства, которое не исчезло. Оно просто булькает тихо где-то невидимо, ожидая момента, чтобы взорваться, когда внезапно разразился туберкулез. Туберкулез сразил фермеров Германии. Сначала это кризис с бешенством, затем был кризис со свиным кормом, а теперь туберкулез. И он вполне передается человеку. И в Германии думали, что давным-давно от него навсегда избавились, но вдруг молоко и мясо и все это снова содержат эти бактерии. И мы рискуем получить туберкулез от этих животных. И затем ящур. Животные, овцы, козы, все эти свиньи, все эти твари, также и дикие животные стали заражаться ящуром. И сильнейший удар снова по Англии. Англия только что убила всех своих животных, заново ввезла новых животных и вновь запустила целую промышленность. И вдруг у них... Ящур. Смерть на ферме. Это уже совсем недавно. И что было Англии делать? Ну, Англии пришлось убить абсолютно каждую корову, свинью, всех животных во всей Англии. И здесь вы видите фотографии. Это было ужасно. Вот где была-то скотобойня, когда они заново сожгли сотни тысяч голов скота с ящуром. И Европа отказалась импортировать мясо из Англии. Это поразительная история. А остальной мир... У них тоже появился ящур. Он вспыхнул повсюду. Он был в Австралии, он был в Южной Африке. Он был практически всемирный. А что другие страны сделали? Другие страны сказали... Ну, это нелепо. Англия совсем... ...с катушек съехала. Зачем убивать всех этих животных? И зачем выбрасывать такой... ...капитал? Существует более простой способ справиться с этой болезнью. И именно так другие страны и поступили. Они создали огромные карантинные фермы и поместили сотни тысяч голов крупнорогатого скота с ящуром на карантин. И затем их всех иммунизировали. Их иммунизировали. И затем в итоге болезнь была взята под контроль, и проблема решена. Абсолютно все были иммунизированы. Так, а что иммунизация делает? Иммунизация, как означает само это слово, дает невосприимчивость к болезни. Так или нет? Вот что делает иммунизация. Дает невосприимчивость к болезни. Избавляет ли она от переносчика причины? Нет. Она просто делает тебя невосприимчивым к причине. Поэтому заранее подумайте вот над чем. Если ваша скотина не иммунизирована и заражается ящуром, вы знаете, что это животное заражено. Так или нет? И что с ним делается? Как сделали тут в Англии? Убили, сожгли и нет его. И если эта болезнь не проявилась в других животных, это значит, что у них ее нет. Правильно? А теперь они все иммунизированы. Вы знаете, носят они ее или нет? Нет. Так что, когда будете его кушать, приятного аппетита. Приятного аппетита. Ну, люди от этого не умирают. Люди от этого не умирают, как говорят. Она просто вызывает волдыри. И рот покрывается волдырями и сильно лихорадит. И все. Это уж не так плохо. От этого не умрешь. Так что, небольшая проблема. Но, если мы встали на этот путь, в итоге может произойти перенос плазмы между бактериями и другими организмами. И это может привести к новым штаммам и серьезным эпидемиям, такие как атипичная пневмония и все эти. Чем мы вообще занимаемся? Поддерживаем промышленность, чтобы нам было что есть, пока мы разводим супер-убийц. Знаете ли вы, что ожидаются эпидемии, которые в состоянии сместить целые города? Знаете ли вы, что их ждут? Почему? Просто чтобы продолжать есть то, что ели раньше? Мы уже видели в первых лекциях, что самая здоровая диета в мире — это диета, богатая растительными продуктами. И на самом деле, большинство животных мира существует в значительной степени благодаря растительным продуктам. Сколько проблем мы бы избежали, если бы оставили животные продукты? Невероятно! Мы бы выиграли в любом отношении. Если бы мы оставили масло, у нас была бы лучшая сердечно-сосудистая система. Если бы мы оставили мясо, мы бы не были подвержены этому риску, которому все остальные подвержены. У нас была бы лучшая способность справляться с тем, что надвигается. Я не говорю, что не будете болеть. Я говорю, что будет гораздо больше шансов выжить. Мы находимся в подвешенном состоянии страшной сказки. Мы просто ожидаем и молимся. Это наш жутчайший кошмар. И вот он пошел по всему миру. И человечество со своей химией создает бомбу замедленного действия, которая рано или поздно взорвется. Я? Коровье бешенство? Нет. У меня просто обычный ящур. И я собираюсь разнести его по всему миру. Мне понравился этот мужик. Как бы занятный. Он ест обычный гамбургер. Вы знаете, что есть гамбургеры на вкус абсолютно такие же, как этот. С растительной начинкой. И вы даже отличить их не сможете порой, а иногда и повкуснее. Неужели нам абсолютно побоку, что в наши дни со всеми мировыми кулинарными знаниями можно сменить начинку и снизить риск? Разве это глупо? Жизнь без говядины. Журнал Time разместил эту чудесную картинку со всякими овощами и задает вопрос. Могут ли растительные продукты заменить мясо? Куда делась говядина? Ответ на это — да, могут. Но решение, хотим мы этого или нет, за нами. То, что я сделал в этой лекции, это просто показал вам состояние дел в мире, чтобы помочь вам принять это решение. Каково бы ни было это решение, это ваше право и ваше дело, так как никто из людей не может указывать вам, как поступать. Но обладая фактами, не проще ли построить на них свое решение? И это все, что я сделал. Я дал вам факты, теперь вы можете принять решение.